День с толком 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 героев проводится вахта героев. Это когда легендарные военачальники, герои России, Советского Союза, космонавты встречаются со школьниками, кадетами и студентами. Кроме того, отметили, что Барнаул стал первым городом страны, где появилась аллея памяти легендарной шестой роты. Депутат уверен, Алтай должен и обязательно станет примером для всей страны. Особенно в год 75-летия Великой Победы, когда во всех регионах усиленно ищут новые формы для патриотического воспитания молодежи. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком. Без добычи, но со статьей. В Солонежинском районе задержали браконьера. Это был местный житель. Мужчину поймали с оружием и световыми приборами, которые используют для поиска и ослепления животных. Подозреваемый свою вину признал и обещал исправиться. Однако прежде за незаконные действия придется ответить по закону. Оружие достаем. Задержанный 47-летний мужчина явно нервничает и пытается уничтожить улики. Но у него ничего не получается. Представители общественной организации охотников и рыболовов Солонежинского района Вольница уже знают хитрости жуликов, а потому все происходящее снимают на видео. Карабин СКС. Смотрим. Патрон стреляный. Тише, тише, тише. Положи, положи, не хватайте. Разрешения на охоту нет. Кроме того, у задержанного не оказалось при себе и документов на оружие. О том, что сельский житель выехал поохотиться, свидетельствует еще один предмет, найденный в автомобиле. Там прибор свечения. Где? В машине. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали опергруппу. Сам местный житель понимает, что является нарушителем и теперь за свои действия ему придется отвечать по закону. Что-то, ребят, вы совершенно плохо себя ведете. Фактов браконьерства на территории Солонежинского района за последние годы существенно стало меньше. Так называемые нелегалы просто боятся, что их поймают и привлекут к ответственности. Представители общественной организации Вольница на своих гектарах обидеть дикого зверя никому не дадут. Особенно сейчас, когда косули ждут потомства. Территория у нас очень большая. И объезд территории мы проводим вообще ежедневно. То есть у нас охоты инспектора наши, они проживают у нас не в одном населенном пункте Солонежинского района, а в разных населенных пунктах. Это то есть разбиты по разным частям наших угодий. И поэтому егеря двигаясь на работу, после работы, во время проведения рейдов, все отсматривается, все отслеживается, все фиксируется в специальных журналах егерских. В ходе проведения рейдов досматривается каждый автомобиль. О том, где и в какое время выставлять пост, решает только председатель. Патрулируются не только дороги общего пользования, но и те места, куда можно добраться только на спецтехнике. Охрана все равно налажена, боятся все равно сюда как бы со снегоходами приезжать, так вот, чтобы вольготно охотиться. Знают, что и производственные охоты, чьи инспекторы в охотхозяйствах работают, и полиция, мы соответственно. За незаконную добычу можно получить реальный срок за решеткой и солидный штраф. Не так давно в суде Солонешинского района огласили приговор местному жителю. За незаконное хранение оружия и подстреленную самку сибирской косули ему назначили наказание 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденный выплатит штраф в размере 170 тысяч рублей. И это не единственный приговор, вынесенный судом в отношении браконьеров, пойманных в Солонешинском районе. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Декоративные панно, матрешки, расписные изделия и не только. В Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая открылась выставка декоративно-прикладного искусства. Народный мастер художественной живописи Тамара Наговицына представила свои авторские работы. Чтобы расписать такое небольшое изделие хохломой, может понадобиться не один день. Но для Тамары Наговицыной это лишь в радость. По словам автора, художественная роспись – ее жизнь. По-другому и быть не могло. Источник вдохновения, ее любовь к родной природе. Отсюда и образы. Русские. Народные. Я всю жизнь занимаюсь своим любимым делом, которое я еще поняла в 17 лет. Чем я буду заниматься? Это же счастье. Всю жизнь заниматься то, что любишь. С народным искусством связана вся моя, можно сказать, большая часть моей сознательной жизни. Автора привлекают как ярко выраженные декоративные мотивы, так и сказочные сюжеты. Работа поистине ювелирная. Посуда с хохломской росписью была раньше в каждой русской семье. Тамара Ефимовна уверена, что она, как оберег, приносила в дом счастье. Роспись интересна в тем, что она несет в себе, прежде всего, благопожелательную функцию. Ее писали для того, чтобы привлечь в дом счастье, благополучие. Обширная экспозиция у Жени оставила равнодушными барнаульцев. Вы знаете, такие выставки теплые не часто бывают в наших залах. Здесь нет вообще никакого негатива. Каждая работа дышит теплом, светом каким-то, а самое главное – добротой. Все очень понравилось, все здорово, все, не знаю, даже нет слов. Очень все красиво. В музее представлены работы, расписанные в русских народных стилях. Городецкая, Мезинская, Хохломская и другие. Познакомиться ближе с настоящим народным искусством можно будет до 19 апреля. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. Скоро он придет и в Барнаул. И речь пока не о коронавирусе. Весь мир охватила сумасшедшая унофикация. Это флешмоб российской группы Little Big. Танец стал знаменит после клипа группы Little Big, которая в этом году представит Россию на Евровидении в Нидерландах. Видео появилось три дня назад, но уже успело набрать 23 миллиона просмотров на YouTube. По традиции движения группы тут же стали вирусными, и танец понравился и за рубежом. Кстати, некоторым зрителям, даже больше, чем сама группа, понравился танцор в клипе. Наш земляк, участник проекта «Танцы на ТНТ», актер Дмитрий Красилов. В соцсетях его уже окрестили «пухляшом» и требуют его появления на Евровидении вместе с Little Big. Сам Дмитрий все возможные появления на международном конкурсе пока не комментирует. Little Big. Моя душа. С вами всегда. И поэтому, если вы чисто случайно захотите, чтобы я поехал с вами на Евровидении, у вас есть мои контакты, вы можете писать, звонить, что хотите делать. А пока группа думает, россияне создают петицию, чтобы Дмитрий Красилов тоже представил честь России на Евровидении. Получится ли? Ведь по правилам конкурса на сцене должно быть не более шести артистов. Пока неизвестно. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эволар». До встречи.